Девочка-пай 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 Я рада поздравить с отличающим сегодня ночью музею, который еще день, но мы его открываем уже в стенах нашего музея и открываем выставки прекрасного художника Тимура Кагирова. Надо сказать, это художник, чьи нам будут участвовать в нашем музейных выступах, в выступах Союза художников. И когда они выставляются, всегда их выработают, тем, кто приходится, поминается или отвечает, но это совсем другое, как представить у него выставку. Хочу вам сказать несколько слов об этом авторе. Наверное, это автор, который не нуждается в представлении его работы, потому что высочайший профессиональный уровень, он сразу будет. Но сегодняшняя выставка «Путь» показывает, насколько это разнообразно. Как и жанры во всяких разных работах, и, как мы видим, у него и разный реализм, и абстракцию, и замечательную акварель, в которой сегодня практически уже никто не работает. И которая была излюблена техникой его преподавателя и родственника Хасбулата Русупова, который, можно сказать, и сделан из него по первому профессиональному художнику. А во-вторых, с детства, например, и любовь учиться, которую он, став уже сейчас высокопрофессионалом, своему делу, вот эту учебу он продолжает. И эту учебу, что человек учится, а с вами что-то новое, это видно в его работах. Насколько они разнообразны, глубокие и значительные. Какой бы теме это не касался, тем более, как и жанры, пейзаж, натюрморк. И патри – это произведение, в котором есть и духовное составляющее, и высочайшее мастерство. Надо сказать, что у него уже состоялось и персональное выставка. И в музее Ярошенко, на который я присутствовала, и в Константиновском фондеце, в Санкт-Петербурге. А в Тагестане – это вот первая персональная выставка, которая в потребность ей давно назвала. И я с радостью представляю нашему тагестанскому зрителю, художнику, во-первых, дала, во-вторых, вверх, вот эта традиция реализма, показать, что реализм – это не скучно, это не фотография. Это совсем другая, вторая реальность, которую создают талантливые человеки. Я с удовольствием буду поставить слово министру культуры, что в Киноксинском царе должно иметь, да и говорить. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Действительно рада очень приветствовать всех вас на открытии выставки нашего талантливого земляка, заслуженного художника Республики Багестан, который международный день музеев, который будет широко проходить во всей нашей стране, от Владивостока до Калининграда, дает старт Всероссийской ночи музеев. Вы знаете, я, конечно же, пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить всех музейных работников нашей республики. Истинно поблагодарить их за преданность избранному делу. Конечно же, мы все понимаем, что в их руках бесценное богатство, и они помогают нам и взглянуть немножечко по-другому на прошлое, и, может быть, оценить настоящее, заглянуть в будущее. И что обратно, они развиваются и ищут новые формы работы. И вот ночь в музеях – это та из форм работы, которая позволяет нам повысить интерес к музейным коллекциям. И в авангарде вот этой работы, я не могу сказать, профессионал высокого класса и одной из ведущих музейных учреждений нашей республики – Дагестанский музей изобразительных искусств. Замечательно, что мы сегодня открываем выставку талантливого художника Тимура Кагерова. И отрадно, что в день открытия выставки мы все вместе можем поздравить его в канун его юбилея с днем рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ Сталик Адрасовна очень много добрых слов сказала о творчестве Тимура Кагерова. Я скажу, что я уверена, что вот эта выставка таким сакральным названием «Путь», которая объединила в себе работы разности, эта режима, песня, графика, она, конечно же, такой широкий из-за нас будет иметь и художественность, и другие художники. Ещё раз так поздравляю всех с праздником. Желаю, конечно же, и кукушескалавовского пространства иметь два радости, а встречность – прекрасная. С праздником! Хочу представить слово, представить слово художника, нашему прославленному мастеру и любимому. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, очень рады увидеть столько поклонников изобразительного искусства. Очень рад вас видеть, что вы пришли поддержать творчество, талант, созидательство. Талант именно двигает наше общество вперёд. Творчество двигает наше общество вперёд. Художники остаются верными от данной выбранной специальности. Они выставляют свои произведения на различных площадках, как республики, так и за её пределами. Конечно, значимое место, где они выставляются – это наши музеи, музеи республики и музеи других городов. Сегодня день музея, в первую очередь, хочу вас поздравить. Ваш коллектив коллектива, все коллективы музеев, пожелать вам здоровья и вдохновения. Несколько слов скажу об авторе сегодняшней персональной мистерки. Человек, который известный становится республикой и за её пределами – это великий человек. А вот имя Тимура Кагирова можно сказать, что оно уже наступу на виду у всех. Художник, как художник, он великий или нет, к сожалению, узнают, когда уже нас не бывает на этом все. Но то, что он великий, он доказывает, потому что он представлял свои произведения в Санкт-Петербурге, в Москве, в других городах юга России. Он своим творчеством поднимает имидж нашей республики, вносит свой весомый вклад в сохранение и развитие нашего изобретенного искусства. Очень мало найдётся людей, которые будут безразвитить его почерк творческого. У него замечательный, понятный ботик, красивый, гармоничный. Я от кучи рад. Успех нашего союза складывается от успеха каждого отдельно-театного художника. Его успех занимается значимым вместо успеха нашего современного художника Вагестана. Хочу пожелать ему здоровья, вдохновения. У него огромный творческий потенциал, не сомневайтесь, он ещё не одну выставку организует и нас порадует. На память о сегодняшней выставке мы ему, наверное, и диплом дадим. Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ И, безусловно, будет идентификат начальство из Ваня. Ещё раз обратно. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, здесь присутствует проект адресантского государства государственного аккредитета Артур Евгеньевич Долган. Он был человек один, на котором почерп вы сможете. АПЛОДИСМЕНТЫ И, безусловно, там и господа, и друзья и немышленники. АПЛОДИСМЕНТЫ Я здесь человек не случайный, но полагаю, что слово его знали случайно. Почему не случайно? Почему? Потому что у нас только личные взаимоотношения сложились с Тимуром Абусановичем. Кстати, здесь представлены на выставке несколько работ, которые есть у меня. Громко сказать, в коллекции. Но я сегодня не победился, Тимур Прасчитал. У меня один из ваших работ из них. Как ты ему, на мой взгляд, три. Они абсолютно выдающие. И я этим горжусь. Я вот еще раз прошелся по экспозиции. И понял одну такую вещь, которую, может быть, я раньше недопонимал. В каждой вашей работе виден и виден ваш долг Дагестану и Дагестанцев. Наверное, чтобы понять художника, надо побывать в его мастерской. Вы знаете, мастерская у него очень светлая, высокие потолки. На всякий раз, когда я прохожу мой вечер, свет очень пусклый. Когда я говорю, а вот я хотел позарить работу, он ее берет и переставляет. И я слежу за его движениями и понимаю, что... Ээээ... 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 Эээ... 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 Ээээ... 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 с посещением в декабре 62-го года Крущевым выставке художников-авангардистов, он сказал, что это все общо и неконкретно. У вас это все и не общо, и конкретно. Все, что здесь есть, любая работа, это труд свободного художника в самом нормальном понимании этого слова. Безусловно, вы, на мой взгляд, лучший из художников-авангардистов. Знаете, я обращаюсь, наверное, на Санкт-Петербурге. Нам уже мало, а может быть уже и поздно гордиться только балетным, самородным строением или воскусом. Нам надо гордиться вот такими выставками, которые сегодня начинают свою работу. Всяческим тебе успехом, самый, на мой взгляд, а через два месяца войну, но и самый выдающийся из художников-авангардистов. Спасибо. Ну, вот вы правильно сказали, что не надо гордиться только космосом, потому что на самом деле, эти люди, знаете, искусства, мы давно не активизованы, но я советую всем, тоже приобщиться и понять, что надо гордиться нашей культурой. А нам нас очень прощает, я говорю, потому что мы еще не очень хорошо работаем по приобщению молодежи, которая нам не всегда удастся. Ну, это, конечно, спасибо. Вот, хочу еще дать слово здесь присутствовать, уроками профессора, Абулганит Давыдович Алиев, директор Дагестанской Центра Маккориевской 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 Маккориевской. Дорогие друзья, мои земляки, дружба с Тимуром у нас, наверное, уже лет 20. Никто ни о нас особо не знакомил, нас близила на любовь к искусству, можно сказать, самому свободному смыслу. Я представитель совершенно другой специальности, я директор Центра Маккориевской 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 Маккор Он прекрасный собеседник и не только художник, в смысле ремесленник высокого класса, он и личность, он антикопедически образован. И с ним можно говорить о самых высоких материях. Мне очень приятно, что сегодня столько друзей Тимура собрали здесь. В искусстве Тимура, как капли воды, отражается весь Дагестан. И мне трудно судить, это авангард или классика, но мне все равно. Мне приятно, что это всем нравится. И мне приятно, что он любит Дагестан. Я желаю ему много друзей, новых успехов. Я думаю, что такие выставки у нас еще будут. И еще раз тебе желаю удачи, благополучия, здоровья. Я когда сегодня смотрю о наших друзей Тагестанцев, я вспоминаю о той выставке и в Нальчике, и в Петербурге, где мне удалось вместе с вами побывать. Тебе здоровья и удачи. Спасибо. Хочу задать слово тоже к другому Тимуракакир, по нашему трех классовому художнику, Габри Буле, Габри Буалову. Хочу поздравить моего друга, коллегу, с этой замечательной выставкой. И пожелать, чтобы он вот этот высокий уровень, который он, в общем-то, взял с самого высокого там висонке, где ему 5 лет. Он сразу этот уровень взял. И, в общем-то, да, это очень так сложилось, и мы встретились хорошие учителя, но невозможно вырасти полноценно, если не встречаешь учителей. И, в общем-то, я не знаю, но сейчас вот Тимуракакир, в общем-то, уже сложился как художник, в общем-то, да, и, в общем-то, художник, художник, в Кистина. И, в общем-то, вы можете пожелать, чтобы этот уровень держал такой возможности, чтобы еще сделал какой-то грибок и, по крайней мере, сделал что-то еще лучшее. Спасибо. Спасибо. Для меня очень приятно, что культурный, как истанский культурный человек, это очень-очень важно. Спасибо. 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 То есть труд, проделанный на протяжении 40 лет, наверное, уже сознательно в моей жизни. Ну, скажу так, наверное, каждый из нас, когда человек достигает на какой-то, вернее, каком-то уровне, на очередной ступень, разбираясь, он понимает, что он вспоминает какие-то особо важные места, объекты и, конечно же, людей. В моей жизни был такой человек, был, который смог не только зажечь, но и повезти по такому прекрасному, удивительному, сказочному миру юным способом. Это возглав Юсупов, великий отворительский, который на протяжении, я повторяю, 40 лет просто живем, увидел в ее бесконечных пространствах. Ну, что касается моего творчества, я думаю, это, в этом, наверное, более крайне, чтобы сказать, искусство еды. Здесь, конечно, столько порвало, меня искусство смутило еще раз. Я люблю Дагестан, я из Дагестана просто не представляю своей жизнью. Ухлю, быль, архитектуру, самое главное – людей. Это, наверное, есть составляющая всего, наверное, у нас важная составляющая. Что еще хочу сказать, самое главное – хочу поблагодарить сотрудников музея за те недели, особенно в последние дни, я такое тихомое чувство. Мы желаем вместе со мной, особенно руководителя Салихатра Сулонова, которая не просто провела, она просто настояла, и, в каком-то планматике, как вы видите, позволила мне стать предварительным ашистом. Вам всем огромное спасибо. Я думаю, что авансом я могу принять, конечно, я, Андрюк Девич, меня очень сильно заскручал. Спасибо большое. Дорогие друзья, я хочу представить вам еще один, не картину, а живого человека, который я себя застегнул. Потому что самое лучшее производительное для человека, не то, что он создаёт, а то, что не даёт, это его ребенка. И у Тимурова как раз такая дочь, которая у нас виловала и талант его, и талант своей мамы и парушек. Это молодой дизайнер Кокирова, которая успешно уже стартовала как дизайнер. У меня прошли показы по вскоре на русском сутбуре, и по инстантинству, и по инстанции следует. И ее работают, по всему типу правилу. Сейчас вы могли показать, как вы показываете, показон. Кокировой группатика я попрошу, собачившись, я не знал, что происходит, а освободить. Если не вы могли бы говорить, что они хотят, какую модель. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА